Слава Украине! Привет всем от Полонского! На России предложили, причем не кто-то там предложил, а МИД и Минюст предложили вычеркнуть талибан, бандитов талибана из списка экстремистских и террористических организаций и сделать их достойными партнерами. Напомню, это те самые талибанщики, которые, я даже не знаю, как их безматерных слов называть, да, это просто, скажем так, средневековые мракобесы какие-то, сбивающие женщин камнями, сделавших из страны черти что, то есть его Евгений Александрович сейчас даже нельзя страной назвать, ну, это ужас, что там творится, конечно. Конечно, это какое-то средневековое, знаете, такое царство государства, где, ну, скажем так, роль женщины и роль кирпича на улице, вот они где-то приблизительно одинаковые, где можно жениться на девочках маленьких, да, где, вот, это, по-моему, в Иране повесили, ну, там, Иран, Афганистан, это ж поймите, это два сапога пара, просто шииты-суниты, поэтому у них там между собой какие-то, какие-то разборки, но мракобесие абсолютно одинаковое, да, вот, в Иране, по-моему, повесили девушку 16-летнюю за то, что ее изнасиловали, ну, да, что-то дальше можно говорить, вот и я об этом, да. А тут просто забивают женщин, значит, сжигают их, торгуют налево-направо героином и все вот это, то есть, ну, страна, даже сказать, что она средневековая, невозможно, почему я вам скажу так, что в средние века, то есть, имеется, там, годы где-то 700-е нашего века, ой, нашей эры, 700-е, там, тысячные годы нашей эры, скажем так, вот в этих средневековых мусульманских государствах тогда была неплохо развита наука, культура, поэзия и так далее, да, сегодня же в Афганистане сегодняшнем это просто мрак, одним словом, там нет ничего, вот это все забудьте, музыка запрещена, парикмахерские запрещены, женщина без мужчины на улицу не может выйти, но это, понимаете, они взяли все самое отвратительное, что там могло только быть и вот пиндюрили, как говорится, свое, вот это вот талиба, талиба на государство, да, то есть, средневековые мракобесы, убийцы и непонятно кто, с точки зрения, вот, московского, этого правительства, нормальные партнеры, ну, собственно говоря, да, а все нормальные государства, это враги, да, вот, собственно говоря, можно понять, кто им нравится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, когда у тебя в друзьях Иран, Господи, прости, Афганистан дважды, Господи, прости, ну, и, конечно, блистательный товарищ Ким Чен Ин, но дальше уже просто, по-моему, говорить не о чем, рельсы закончились, дальше уже просто преисподняя ад и фуражка Гитлера, а, собственно говоря, фуражки Гитлера, они же вместе с Гундяем Путин и поклоняются, поэтому все ясно.